Первая категория – это пенсионеры, это многодетные семьи, я про взрослых говорю, это инвалиды, чернобыльцы. Короче, все категории, которые попадают под социальную защиту государства. Значит, из городской программы мы будем выделять на такого человека на лечение раз в год. Он будет проходить диагностику полную. Вы придете в центр социальной защиты, получите медицинскую карточку, вашу индивидуальность, вашу номеру. Нет. Дальше вы приходите к своему семейному врачу. Семейный врач в назначенное время, в конкретный месяц, в конкретный день, направляет вас, если это не нужно делать срочно, не дай бог, да, а это профилактическое, плановое. Он направляет вас, вы идете, вы в компьютере, вы приехали в больницу, у вас на карточке зачисляются из города деньги. Вы их потратить никуда не можете, ни на лекарства, ни на еду, ни на что. Это только вот рассчитаться с больницей. Вы зашли, вас проверили, будет обязательно УЗИ, обязательно, всех органов, включая сердце, у женщин, в том числе и щитовидки, потому что сумасшедшая проблема по статистике я сейчас смотрел. Значит, обязательно будет, если будет направление, другие аппараты, которые будут делать более углубленное изучение, кровеносные системы, или чего-то, что врачи потребуют. Когда вы прошли исследования, вы должны будете рассчитаться. Если вам не понравилось что-то, вы не рассчитываетесь. Тогда комиссия городского управления здравоохранения этот случай разбирает. И те врачи, у которых будет много фактов нерасчета, они мы их будем ротировать, потому что они, значит... Нет, это будет медицинская карточка каждого человека. Вторая категория людей, это работники предприятия, как вот парень, допустим. Мы будем 50% оплачивать из бюджета, а 50% будем договариваться, будет оплачивать предприятие. Нам выгодно, потому что это харьковчане, работоспособные, нам они нужны здоровые, чтобы они зарабатывали деньги и себе, и платили подоходный налог, за который город живет сегодня. Это 50% нашего бюджета подоходный налог. Почему я заинтересован в создании новых рабочих книг? А руководителям предприятий это интересно, потому что новый социальный пакет, парень говорит, нет работы, а я разговариваю с руководителем предприятием, у них по 30, по 40, по 50 вакансий. У нас сегодня нет профессиональных сварщиков, нет токарей, нет фрезеровщиков. Тот, кто умеет работать, они уезжают, понимаете? А такие специальности, которые не квалифицированы, да, но найти работу тяжелее. И третья категория, это люди, у которых есть деньги, пусть и тут платят. Люди говорят, что лечатся в других местах, без карточек, но они лечили в других местах, потому что ковид сегодня закрыл границы. И им, если надо будет обследование, они, если будет в Харькове возможность, с удовольствием пройдут это за деньги здесь. И это будет все в больнице. И вам никто не скажет, что вы туда пришли бесплатно, без денег, потому что у вас будут деньги из городского бюджета. Я вас слушаю.